друзья привет сегодня мы пробуем формат тоже третье видео пробуем разные форматы посмотрим которые вам больше нравится и сегодня попробуем сделать тему о чем говорят фигуристы с нами сегодня гоша вот представьте это я больше так срослось что на самом деле мы с гоши познакомились недавно и гоша по сути наверно продюсер режиссер голова этого канала проекта все что здесь делается монтаж вывеска микрофон все происходит благодаря гоше вот я первую очередь на стеклодов очень логично что это должно было начаться с гоши может быть если вам все это понравится мы просто тупо сборки чтобы не обвести нам нужно определиться с форматом который мы будем до вас доносить поэтому ваш отклик очень важно прям сейчас быстренько подписались колокольчик да и лайф обязательно да чтобы наши видео росло в поиске перед тем как приступить к этому видео мы с гоши уже там записали там парочку других сейчас это уже блин первый час ночи мы до вас пишем просто элементарно нет времени просто чтобы собраться и записать видео мы сейчас пока там перебивочки общались гош с тобой по поводу тренера нашего общего между прочим тренера да общались по поводу опыта выхода на стартов спортсмена да и делились с тобой просто опытом который был у тебя который был у меня я помню себя что я был нереально странным спортсменом да и вот у меня рассказано что было много тренеров у которых я тренировался и один из моих любимых тренеров галентина кашина у которой ты тоже катался на протяжении наверно четырех или четырех лет обалдеть да вот и тоже я удивляюсь у нас такая судьба вроде как бы свела да потому что мы при этом при всем это понимаем пересекались мы видим не одновременно с тобой да в разное время я до 2009 туда приехал ты раньше а я в 2009 у меня первый контракт и говорили мы с тобой что ходит мнение да там есть у нас общая подруга которую говорил о том что галина валентина но не умеет выводить спортсмен до что ничего плохого как отрина не говорила что технично с точки зрения подачи себя все вот этого проблем вообще галина валентина не бывает но при этом на старты пример очень нервозно скажем так выводит это нервозность передается спортсмену которого она выставляет и поэтому так получается что очень странные старты что в общем-то я не держал особо лично себя этого в голове знаешь что там у меня вот такой в шорох вот так вот сложилось не умеет выставлять значит я не будет хороших стартов нет такого не было но при этом старты были абсолютно провалившие хуже хуже я не помню сколько у тебя в те года сколько у тебя было соревнований вот просто очень очень мало очень мало еще какие-то из-за болезни получалось что не выступала так далее хотя надо было сейчас мы просто разговариваем понимаем насколько важно вообще ежедневные прокаты на тренировках у меня сейчас у меня сейчас моя ученица гадлин она от выступала за последние полтора месяца дала по-моему пять пять или шесть стартов тип того пипец как его колбасила на первых соревнованиях она последние соревнования ты знаешь уже последние соревнования она была первая просто короткая программа все видели вы все видели в инстаграме загляните короткую хорошо катала тройную устал утром флип дупер 22 место по производству ну короче сильно в общем но тем не менее я и это причем тоже сказал свои колокольни игру габи я в принципе не недоволен потому что я вспоминаю то что было с нами там полтора месяца в первую очередь на полтора месяца назад просто просто кошмарил она не могла у нее я не мог взгляд сфокусироваться да то есть происходило дичь абсолютно ну и сейчас она вышла и я сейчас понимаю что мы завалили произвольную программу тупо из-за недоработок в тренировочном процессе я там рассказывал сейчас что у тебя что там вот у нас есть там общая подруга там не буду иначе называть который там бочку словно говоря 5 за свои там былые ганат года все мы уже закончили занимаюсь своими делами я вот задал тебя вопрос то есть сколько мало 100 8 как статистику провести это же не статистика давайте три-четыре старта в год тысячу вообще статистику складывать естественно меня когда это не помню рассказывать или нет когда я попал на с первой свой вид этого шоу как раз в 2009 году когда ты пришел кататься я попал на первое свое ледовое шоу на корабле да в компании ролл карибан одно из самых крупных вообще шоу которые можно попасть это мультимиллиардная компания то есть большая крутая на уровне диснея нас только мы на кораблях там работали и короче я первые две недели потому что я зеленый я только из спорта я собирал борты падал со всего плюс то немножко корабль качать постоянно свет вот такого там в глаза тебе бьетом спот-лайки до зрители постоянно полный зам меня две недели первых меня так лихоранило ну да за две недели я там дал там сколько там 20 25 шоу да все для меня зрители перестали существовать это просто полный зал манекенов и это все превратилось для меня в работу я просто выходил на сцену па улыбочку на пят и пошел заниматься все потому что у тебя дай бог за месяц будет один выходной это просто постоянно выходишь и сделаешь одно и то же одно и то же одно выступление каждый раз они не могут быть одинаковыми каждый раз что-то по-своему происходит на стартах все то же самое просто я считаю я не хочу приписывать санкт-петербург регионам потому что это не так но тем не менее проблема того что город гораздо меньше чем москва сказалось на том что у меня элементарно не было просто такого количества стартов плюс там какие-то мои болезни где-то пропускал какие-то возможные выступления еще что-то из-за этого опыта никакого не складывалось выступать с ним на прошли на протяжении наверное четырех лет если сравнивать с москвой тут постоянно опять-таки возраст спецпрограммы был который нужно всем пройти я считаю очень хорошая система которая по крайней мере много звезд устреливала звезд я имею виду фигурного катания на своем уровне для своего возраста кто-то потом оказывался нигде кто-то шел дальше уже во взрослый спорт но как правило это не как успех спецпрограммы там вот это устали еще что то он никак не варьировался с успехом в дальнейшем уже когда спортсмены вырастали но тем не менее постоянно были вот это старты это были этапы также как вот проходят этапы чемпионата россии первый там самаре как правило про проходит срочно где-то это отличная система потому что есть эти этапы сожалению санкт-петербурге есть два катка больших на которых главное средоточение всех тренеров есть вот туда две каких-то больших спортшколы а дальше просто вот сидят и сейчас там появилась знаешь много коммерческих каких-то групп еще что-то это здорово потому что ну люди катаются и кто-то в свое удовольствие кто-то результаты каждый выбирает себе свое на момент когда я катался и было это больше десяти лет назад к сожалению такого такого простора для мысли и всего прочего но к сожалению этого элементарно не было поэтому очень большой провис в плане соревнований же но сейчас вот что клёво что вот как раз тогда упомянул коммерческой школы и очень круто что это может создать свой педо и федерацию я начинать организовывать свои соревнования да это геморрой надо это не так просто но многие клубы которые разрастаются в москве есть динамо листом динамо санкт-петербург до практически одинаково название ребята этот этот клуб они довольно крупные они довольно большие и они сами для своих же детей организовывать соревнования ты можешь записаться то есть туда может записаться человек из цска может записаться приехать человек из хрусталь то есть благодаря тому что вы дали возможность развитию этим коммерческим клубом такое огромное количество соревнований привезда то есть ты сейчас спорт вокруг открываешь там просто месяц в том году да конечно за карантин сейчас просто открываешь месяц 20-30 стартов на этом регионе да и едь не хочу вообще даже если подмосковье элементарно брать даже тогда так какой-нибудь ступина там зеленоград еще что-то всегда были какие-то такие точки он театральные такие точки которые можно было поехать там на на москве было муниципальные даже не кажется назывались соревнования можно спокойно берешь выступаешь иногда даже у меня было такое что выступал ступина по моему вообще без ведома тренера просто мы записались потому что мне вот хотелось какой-то опыт выступательный перенять позитивные я буквально за один день тому не короткое произвольно ну потому что аренды видимо дорогая была мне это очень помогло вот маленькие старты какие-то и через неделю большие мне это очень помогло потом на больших достойно выступить просто потому что я какую-то часть вот этого нервозности чего-то такого что могло бы вылезть вы вылезти из меня там она вылезла здесь и просто туда туда вот ничего было переносить уже что я про нервозность рассказал я сейчас расскажу тебе как я на мастер спорта сдавал забавно так как я в санкт-петербурге тренировался моментом 2-3 катка и видимо наверное как раз может быть с тем что как раз аренды да и выделили там целых два там три дня под соревнование практически нереально даже не спортсменам тренироваться может быть по этой причине часто катков уже как грязь в принципе в каждом регионе там в россии на втором или на третьем месте в мире стоит по количеству катков на планете и мы ехали в обуховице в санкт-петербурге папа меня вез на машине машина сломалась машина сломалась и я вообще в панике я в шоке чего происходит стоит пытается отчинить ну не получается в общем бросили на эту набережную машину такси там мобильных телефонов не было на не было как сейчас там яндекс и вызвать а через две минуты папа побежал там где-то там на заправке там заказывать такси что приехал такси я бы повезло и последним разминки я не успел на 6 минут то есть мы ехали в такси я в такси одевал коньки надевал костюм а так как я был нереально срывной то есть короткую каким-то чудом я там от каталок видимо нет на три элемента хватит произвольная почти никогда короче говоря я видим вот этот весь адреналин что я все я сейчас опоздаю я хочу получить этого мастера спорта наконец да то есть чемпион мира по тренировкам видимо вот это вот стресс он как раз мне тогда нереально помог и это был наверное ты наверно единственный прокат моей жизни чтобы у меня все сложилось и короткое чистое произвольно с пятью тройными число и пылу цветом или любитом все-все-все открыл по тройным прыжкам прошел и 6 минутку я не успел то есть я не было на разминке принципе на 6 минут я уж не знаю честно говоря да сейчас может быть со времени с меня послушал что-то типа дисквалификация не у меня тоже бывают случаи что пропускал разминку элементарно какое-то опоздание проспали особенно когда вот в своем городе это происходит это запросто может быть и спокойно просто на полу разминался и выходил и откатывал и кстати интересно не было такого что всегда не выставляли не свой тренер а там она заболела допустим или он и выставляет кто-то кому доверяет слушай но я сейчас не припомню сто процентов было такое что вот такое было сто процентов не вижу в этом ничего зазорного да у меня там есть девочка который час она пытается сейчас была на соревнованиях здесь на одних девочка с кустами боже ну она просто божественно такая крутая и там 9 или 10 лет она со всеми тройными то есть катается там втором спортивного разряда вида что она имеет все три три вполне вероятность что она уже тройной акции четверно уже какую-то сыграть не знаю на соревнованиях ее папа привез отдыхайте по там личному да отвали отстанет меня теперь я сама разберусь без тебя то есть она топ но она прям вот то и ее родители выставляют то есть она прям на голову круче всех его из родителей ну потому что ну нет этому и в хрустальном разорваться на то же самое там в академии мы катались да там руковицы там тогда там блин миллион спортсменов один талантливый другого с каждым не наездишься конечно как у меня тогда там значит кататься сколько четыре девчонки конечно я на льду время не у меня бывало такого что болел тренер как я когда катался тогда у натальи петрова дубинской и с нами на льду всегда была ольга маркова которая в свое время потом ушла оттуда со льда но тем не менее меня почему-то такое не знаю как это складывалось у меня все главные прорывы под руководством ольги марковой случались первый тройной я прыгнул когда мы на замене у нее катались на тренировке потом она меня как-то выставляла на соревнования на которых я кмс получал получил кмс причем отпрыгал там ну понятно что 11 лет но там на тот момент другой немного уровень был нежели сейчас я даже не берусь сравнивать ни в коем случае какие-то каскады там под конец напрыгал когда это эти коэффициенты насчитывались там что-то планеты на соревнованиях сходил или на тренировку на соревнованиях кстати фрустальному соревнования были на которых кмс получил и как-то уже не было такого знаешь уровня ответственности перед чем-то или перед кем-то ну никогда не знаешь я не могу сейчас сказать что у меня было было это столько лет назад но при этом нет мне было какой-то уровень ответственности отошел от меня и я пошел просто свое удовольствие может сказать откатал и откатал ну как один лучший наверно моих прокатов был и все сложилось удачно и выставляла не моя тренер только маркова очень много хорошего на самом деле сделала поэтому всегда буду не покатать ну а смотри мы сейчас пробуем да у меня с девочкой очень много соревновались и Машка Дягилева у меня с девочкой катается я прошу Антона Хлынина которые ну мы с ним вместе работаем он отвечает на расскажение за программы на языке технической часть нашей тренировки и ну как-то у них с Машуне мне кажется у них больше общий язык лучше находится предыдущий старт она проехала чисто да там сдала третий спортивный разряд сейчас опять же ради эксперимента я попросил Антон приедите и югости я даже появляться не буду усложнили так как она уже сдала третий спортивный она опять поехала в следующий соревнование третий спортивный мы усложнили ей программу у нее там есть определенные сложности нестабильности с прыжками то есть она сомневалась в своей программе она довольно таки чисто катала молодец и на тренировках но все равно как нервозное соревнование остается она приехала с Антоном она чисто откатала более сложный вариант программы можно сказать на пределе как бы того на что она пока что на сегодняшний день способна она вошла в тройку там много участников было что там около 30 или 40 человек вот она вошла в тройку третье место заняла ну прям блин я очень доволен и это действительно сработало мне кажется на более спокойно себя мне кажется на самом деле либо знаешь позиция мне нечего терять и ты катаешься в удовольствие позиция мне не перед кем отвечать буду кататься как катаюсь вот как только в такое состояние осознание входишь мне кажется тебе гораздо легче выступать может сколько раз я заваливал короткую выхожу на произвольную катаюсь чисто просто вот я никогда в жизни так мог не кататься на тренировках даже но я выхожу на старт я делаю просто чисто прокатываю просто потому что я знаю что мне хороших мест по результатам соревнований по результатам двух дней мне ждать абсолютно нечего я просто пройду и прокатаю уже потому что нужно и прокатаю прекрасно мне кажется нужно я не знаю либо синтезировать какие-то такие ситуации спортсменов либо как-то самому учиться настраивать их на такой лад ну конечно все индивидуальные когда у тебя много спортсменов я представляю что это очень сложно как каждому так вот особенно если тебя на них стартах несколько ребят выступают это очень сложно но при этом нужно мне кажется да как каким-то образом вводить такое состояние что это серьезно но это не так серьезно как как тебе сознание может казаться на данный момент и тогда все понятно ну как тоже я сейчас я рассказывал либо же это делать действительно не знаю насколько это честно нечестно было сейчас на соревнованиях сереже розовым пересекся старые знакомые давно не виделись он сейчас там с ключиком работать могу ему сейчас позволить задать этот вопрос что вы там такое творите в хрустальном что у вас такие по-хорошему звери дети катаются тренируются каким образом они у вас такие крутые стабильные грани что с психологом с утра до вечера работа какие-то там супер волшебные таблетки так нет ничего этого не то что вы делаете ну потому что это во всех школах там ребенок там на трейнвакс это условно говоря заходит три-четыре раз двадцать тридцать пятьдесят раз за тренировки заходит и доводят их просто до такого состояния что они ну при любом вообще состоянии там ночью разбудит они по-любому сигану стабильно но единственно там конечно там при этом супер таланты да там каждый день там приходит колеса мороза и в качество но в общем-то в защиту хрустального могу сказать что у нас даже когда была такая фирма спортсменов которых потом готовили в танце передавали по очень удачным вариантом не буду в этом углубляться в общем спортсмены готовили в танце а он потом взял и ушел фрустальные через полгода он приезжает на каток на соревнования и показывает то что вы в жизни от него не видели просто потому что система есть которая работает а я тебе объясню на самом деле не система знаешь как я покатался там ледового шоу научился корявый был питер мы все прекрасно знаем да питер славится своей техникой прыжков прыжками прыжками прыжкаем прыжка график кататься блин ну никто не умеет петербурге ну реально ну честно все просто сейчас пожалуйста хочу услышать имя петербурге найдите у вас отличная школа балета просто выпускников там охапкой хватайте ставьте себе хореографа перетащить скользистый господи дать ему хорошую окладку из москвы научите детей кататься что я приезжаю в петербург ну смотреть больно там нет ребенок заходит на какой-то элемент мне такое ощущение что сейчас пока доеду элементом 520 раз упадет на все чем дверью сломает заходят тройной филипп тройной ритминге вот так просто он там всего колбас но по какой причине на мой взгляд это происходит потому что вот когда я катался в петербурге да как это было да мы там гризму и потом были друзьями но друзьями за бортом на лед выходили все мы соперники как это так он прыгать а я блин да я что хуже него что для головой расшибусь облетно я сделал его накручу этот прыжок там через неделю через две его сейчас начну накрыта докручивать через неделю через две его выйду и вот мы тянулись друг за другом в кристальном я так думаю что на самом деле в первоочередной успех приходит у спортсменов там именно из-за того что они тянутся за другу конкуренция нет конкуренция мне кажется в такой нишевой вещи как фигурное катание ну это реально нишевая вещь ты как вот плаваешь в этом вот твое окружение это вот твое такое болото если у тебя слабые соперники ну ты потопишь в этом болоте и дальше сам в этом болоте уйдешь а если они постоянно толкаются наверх вы будете так друг за другой толкаться и при этом идти наверх поэтому очень важна тоже группа помимо всего очень важно окружение в группе чтобы спортсмен понимал окей у меня есть соперники умеет конкуренты не выносил при этом со льда вот эту конкуренцию в реальную жизнь потому что враги вам нигде не нужны но при этом понимал отчетливо что где как идет что это делается не для родителей не для кого-то еще вот чтобы не как это тогда такой обычный спортивный запал то есть мне не нравится когда родители воспитывают своих детей типа вот это кто и конкурента это тоже твой конкурент смотрел выступать через год и там вместе на соревнованиях стоит вот это вот надо отменить просто на всех глобальных смыслов с другой стороны я самый тренер надо девчонок на льду правда я найду на льду да и стал клубами гурдовать там условно говоря на шоколадку который пойдет мне потому что вам нельзя что играем сейчас на шоколадке либо там условно это на 10 вжиманий то сделать хуже причем я ставлю задачу там типа не выезд прыжка потому что я считаю что для того чтобы дойти до выезды прыжка должен сначала нормальный техник запрыгнула хорошо себя все держит пароход пароход также себя пропусти как всегда поднять сначала сначала генерируем старопежную силу момент отрыл потом мы добавляем толчок забираем ставят потом уже начинаем связь она пошла там опять я специально ягу я ставлю задачу обычно потому что мы вдвоем идете я не жду от вас выезда вы мне покажите грамотный выход в прыжок в первую очередь вы из потом будем там на полу у нас я когда в ледовом шоу работал мы играли с ребятами то есть если кто-то там например во время шоу там ляжет да то он например все костюмы потом разве что там бывают я работал там в 16 костюмов у каждого там раздевалка 10 мужиков себе вот должен 160 костюмов потом когда раскиданы по всей раздевалке навешу куда-то уже взрослые яйца там по 25 по 30 по 35 лет него там ходят потом блин два часа эти костюмы за всех развешать либо там коньки там все раздевалки протереть после этого там поставить про фактор игры тренировочном процессе он все равно должен быть это все равно это серьезно несерьезно понимаешь что ну что конечно это ответственность потому что это твоя карьера на этом будет твоя жизнь построена на двоих результатах первую очередь но в то же время ну ты не во первых ты никогда не знаешь что на самом деле будет и как бы все все вокруг игра какой-то степени и если вносить такой какой-то жизнь просто процесс ну что не будет вот так вот опять тренировка опять и все опять никого выходного опять подкатка опять уху не ну или а вот должен быть да то есть оригинальность тренировочного процесса она должна присутствовать сто процентов то есть ребенок сто процентов не нужно идти как на каторгу по-любому ну то есть даже я понимаю что в россии все равно в любом случае результат доставляется нутом но даже те группы где это работает кнутом да то есть там все равно ну тренера пытаются в любом случае внести какую-то позитивную лепту да потому что на самом тренера это люди елки-палки да и у всех бывают там плохие хорошие дни и бывает он может сорваться на там другой день он не извинится в открытую за но там возьмёт а потом на сбор то не знаю со всей своей группе то попадет в парк рецепт на парку сходом условно это нет и очень важно чтобы жизнь у спортсмена была вне льда то очень важно потому что я сколько вижу детей сколько видел детей когда сам еще был ребенком и это вот это вот поход на лед поход в школу поехали домой с есть спать уроки кому это надо особенно знаешь когда там начинается там 13 14 лет нужно давать будучи родителем нужно давать своему ребенку максимум свободы чтобы он переболел это на первых время и дальше уже пошел четко осознавая свои ценности какие-то жизни что ему нужно что мне нужно потому что 14 15 лет человек уже может понимать элементарно чего хочешь ну блин знаешь я бы здесь бы может быть отчасти вы поспорил на самом деле потому что ну во первых это мы сейчас данном случае условно говоря лезем воспитание родители сразу должны должны сами себя воспитывать ну да сами себя в том числе в том числе но у меня например да очень консервативный был взгляд у моего отца у меня есть да был и рассказывал теперь ему рассказал что я пришел раздомой миром девчонки вы помилировали да и волос покрасить редко от отца получат бывало здесь конкретно у меня просто взял стену швыранул то есть и он спокойно вообще просто здесь этого не выдержал и в принципе может быть если бы у меня как раз это был переходный период наверное там вот лет с 13 до 16 я вообще мозгов не было ну просто ерундой страдал говорила родителям что пойду на тренировку а сам шел там гулять понимаешь пиво в подворотне пить а тогда начало нулевых было не важно хоть десять лет пиво везде начало нулевых конец девяносто начало девяносто плохо плохо не было у меня контроля был бы на тот момент не лишним но есть на самом деле друзья которые когда который контролировали там до двадцати лет на потому что вот он там 20 первый раз то мы попробовать вот она потом соберется да нет я знаю этих ребят вот они первый раз попробовали 20 лет нормально отлично ребята карьеристы классно приносит да все люди индивидуальны то есть есть фанаты опять же до который просто будет там землю зубами грызть ну тиксами цели у меня таким не умеют тупо таланту я даю рассказывал там сегодня в одном из видео что нужно ребенку помимо то есть только должно фактор срасти что должен быть без страха должен быть трудолюбивым должно быть возможно вот у меня я был без страха в принципе были возможности трудолюбивым не было и при этом был талант но талант был да было огромное количество таланта поэтому данным каким-то образом 4 до 4 прыжков поднялся нормально кататься научился вот не всем просто да ну понимаешь есть такие варианты детей когда вроде все что могло бы быть у них есть да при этом не идет не твои все нужно тоже на первых быть если мы говорим родители конечно все индивидуальные ко всем подход все дела но страну ты родитель ты должен твоя работа распознавать сигналы всевозможные от своего ребенка в том числе понимать я понимаю что наверное на своего ребенка никто не смотрит более субъективно чем его там мама или папа у тех по крайней мере у кого они есть но при этом нужно иногда приземляться на землю нереалистичным взглядом смотреть на то как на самом деле обстоят дела тренера в свое время хорошо ставили родители на место в этом плане мы не горю ставили на место в том плане что знаешь задыкали как ты еще что-то просто объясняли что вот ребенок хороший он отлично наверняка отличный друг всем этим детям которые есть нас группы и фигурное катание это не его талант просто вот не надо и дети потом уходили во что-то другое там какой-то пацан нас было еще футбол ушел и отлично себе карьеру там построил потом даже вроде уехал в страну темнокожий был слушая когда приезжаю на сборы куда-то или что-то у родителей у всех родителей абсолютно есть самый любимый вопрос не подходит там поспел особенно любит тренировка на мастер-классе ну что у нас есть шанс такой шанс на что ну там я говорю так давайте так друзья вы мне скажите ваши цели фигурном катании ну учиться принесет все двойные у любого есть шанс все двойные будет прыгать каждый все тройные будет прыгать каждый ну нет нет со всеми тройными я уже поспорю ну то есть опять же на своем опыте вот тренерском тройного это уже это понятно что вы просто уже привыкли видеть да там супер вообще каких-то гениев инопланетян да которые там прыгают все четверные там типа трусу конечно фоне ее кажется что типа ну блин все тройные будут прыгать каждый что любого можно учить я не согласен нет если ты в системе если внутри системы и ты до определен ну там допустим в 15-16 продолжаешь кататься в какой-то спортшколе ну как бы более или менее держишься там мне кажется тройные ну как бы это нет небольшой вопрос слушай блин просто физиологически вот понимаешь есть человек там круто не вкручивается сложность 15-16-17 лет до после перехода периодом все равно ты становишься мужиком окей у тебя становится больше сил девчонки наоборот становится тяжелее понимаешь у нее еще и страхов прибавлялась еще больше понимаешь она становится тяжелее она становится медленнее да у нее начинается очень надеюсь что вам понравился этот формат а скажите хотите чтобы мы продолжали данный формат с гошей вещать или вы хотите видеть ну в разных гостей гостей я все равно здесь буду мне без разницы как бы мне важно знать будет гоша Леха и Ко не забывайте пожалуйста подписываться ставить лайки где-то да где-то это будет мы потом точнее определимся на себя помечку поставить да и в этом инстаграме подписывайтесь на ютюбе подписывайтесь везде подписываетесь это очень важно не забывать полное видео вы сможете посмотреть в телеграм канале нашим полное видео всегда в телеграме будет мы вот вообще активно сейчас будем это вести тем более сейчас сезон закончился вам скучновато стало так что заходите в телеграм там будет вообще бомба там также мы будем выкладывать всякие вкусности и полезности типа видео уроков которые раньше были по подписке доступны а теперь тем кто будет подписывать так что давай задержать скачет телеграм на свои ноги 30 10 забудьте про ватсап его нет больше ватсап отменяется только телеграм все пока